Здравствуйте! Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. 1 марта президент Российской Федерации подписал изменения в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей и имеющих детей. Ответить более подробно на эти вопросы пришла Светлана Миколенко, президент Натериальной Палаты Тверской области. Светлана, здравствуйте! Я рада очень видеть вас в программе «Прямой эфир». Здравствуйте! Что эти изменения дают для граждан? В первую очередь хотелось бы отметить, что закон, о котором мы с вами сегодня говорим, это социальный закон. Он направлен на то, чтобы помочь родителям материально дать облегчение в воспитании детей и приобретении недвижимости. Светлана, мне известно, что гражданам не придется больше собирать документы самостоятельно. Это правда? Действительно, в связи с этими поправками пенсионный фонд сейчас будет получать сведения о рождении детей из единого реестра органов записи актов гражданского состояния. В этих сведениях имеется информация, когда появился ребенок на свет, кто у него родители. Эти сведения будут поступать через межведомственное взаимодействие в электронной сфере. Будут поступать в пенсионный фонд. Пенсионный фонд уже будет проводить проверку, имеются ли какие-то запреты в этой ситуации или ограничения этим родителям в получении этих денег. И довольно-таки быстро принимать решение и, условно говоря, выдавать сертификат в электронной форме, выдавать сертификат родителям. Родители будут получать документы в личном кабинете о том, что им действительно одобрено получение вот этого сертификата. Сроки очень короткие, очень приемлемые для граждан. То есть это действительно удобно. Хотелось бы еще отметить, что круг лиц, кто имеет право на получение вот этого сертификата, то есть право на получение именно сертификата, теперь дает рождение первенца, появление в семье первого ребенка. Раньше это давало право только получить при рождении второго ребеночка. И, наверное, давно не было в нашей практике таких социальных законов, которые еще и придавали закону обратную силу. То есть те детки, которые появились на свет с 1 января этого года, они уже дают право, несмотря на то, что закон вступил в силу с 12 марта этого года, они уже дают право на получение вот этих денег и получение оформления материнского капитала. То есть это большой плюс закона. То есть не те детки, которые в марте осчастливили родителей своим появлением, но все дети с этого года дают право на получение такого сертификата. Материнский капитал положен только семьям или только при рождении детей? Здесь нужно отметить, что государство ставит равенство между детками, которые родились в семье, и детками, которые были усыновлены семьей. И сейчас право на получение средств материнского семейного капитала дает появление в семье уже первого ребенка. До этого право на получение вот этих средств давало появление только второго ребеночка. И нужно отметить, что в случаях, когда папа один воспитывает деток или мамы по каким-то причинам не стало, то есть в этом случае право на получение материнского капитала переходит к папе. Светлана, на какие цели могут быть использованы средства материнского семейного капитала? В первую очередь нужно отметить, что основное направление, где граждане используют средства материнского семейного капитала – это улучшение жилищных условий. Это самое востребованное направление для реализации этих денег. Получение образования ребенком как одним ребенком, так и всеми детьми, которые имеются у семьи. Это формирование накопительной части пенсии для мамы, поскольку труд мамы он не имеет ни режима, ни определенного часового какого-то ограничения. Мама всегда мама, то есть у нее не всегда бывает возможность трудоустроиться и работать, чтобы себе на будущую пенсию потом заработать деньги. Плюс одно из направлений – это приобретение товаров и услуг, которые предназначены для адаптации детей-инвалидов. Это тоже важное направление, на которое эти деньги могут быть потрачены. И получение ежемесячной выплаты, которая предусмотрена законом о ежемесячных выплатах семьям, имеющих деток. Но нужно отметить, что вот эти средства материнского семейного капитала, они могут быть использованы как разом по одному направлению, так и они могут быть разделены на некоторые направления. Часть пойти на образование, часть на пенсию, часть на покупку жилья. То есть это родители сами уже решают. А в вашей работе какие будут изменения? У нас действительно коснулся этот закон не только членов семьи, не только родителей, не только деток, но и мы имеем отношение тоже к этим изменениям. Почему? Потому что, как я уже говорила, основное направление вложения этих денег – это недвижимость. И раньше при покупке недвижимости родители обращались к нотариусам для выдачи обязательства. Обязательство, которое гарантировало, что деньги, полученные от государства, родители потом вернут в виде долей в недвижимости своим деткам. Вот сейчас надобность в таком обязательстве исключена из закона. И родители освобождены от такой обязанности давать вот это обязательство. Но следует отметить, что сам закон теперь содержит норму о том, что родители обязаны будут оформить на детей, на супруга, если он не был участником собственности в недвижимости, оформить недвижимость на всех членов семьи. Каким образом родители могут оформить на себя жилье и на своего ребенка? Самый простой способ – это когда родители и детки сразу покупают жилье на всех членов семьи. Но не всегда это возможно. Почему? Потому что нужно понимать, что право на получение и вложение этих денег при именно такой покупке жилья дает наличие первому ребенку. Если он был долгожданный и он дал семье право на получение денег, ему должно на момент заключения договора исполниться три годика. Ограничение такое по возрасту деток существует. В остальных случаях, если родители приобретают жилье с привлечением ипотеки, если с привлечением займа покупается жилье, или же наоборот жилье строится, реконструируется, в этом случае кто-то из родителей оформляет на себя эту недвижимость, а потом выделяет деткам дольки. Но на что хотела бы обратить внимание. К нам сейчас приходят документы, зачастую оформленные вот эти доли на детей через договор дарения. То есть мама сначала приобрела недвижимость на себя, а потом деткам подарила эти дольки. Вот хотелось бы предостеречь, что в этом случае обязательства и обязанность выделить доли деткам, они не будут исполнены. Почему? Потому что договор дарения носит другие цели. Подарить это безвозмездно, практически даром, как в хорошем советском мультике, переоформить на деток вот эту дольку. Но обязательства родители не исполнили. Поэтому очень большая просьба к родителям относиться ответственно к этим мероприятиям, к оформлению недвижимости и обращаться к специалистам. А с 12 марта появилась возможность еще использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Поясните, пожалуйста. Да, то есть действительно на сегодняшний день могут родители эти денежки не только на покупку, не только на реконструирование жилья пустить, но и могут эти деньги реализовать при строительстве на садовом, обязательно на садовом участке. То есть самое главное условие – это земельный участок должен быть в собственности у одного из родителей или у обоих родителей. То есть сейчас нередко семьи перебираются жить за город. И не все земельные участки приспособлены, имеют цель предоставления, это индивидуальное жилищное строительство. Очень много действительно качественных, хороших домов стало строиться на земельных участках именно для садоводства. Поэтому законодатель разрешил такую норму. Когда родители оформляют в дальнейшем на деток недвижимость, нужно учитывать, что не всегда жилье удается купить только за средства материнского семейного капитала. Бывают ситуации, когда родители вкладывают еще и собственные сбережения. Вот в этом случае, оформляя недвижимость, нужно понимать, что здесь затрагиваются отношения не только родителей и дети, но и супружеские отношения, имущественные отношения супругов. Поэтому, когда в дальнейшем недвижимость будет оформляться на родителей, на детей и супругов, то есть в этом случае надо действительно, чтобы специалисты разъясняли, учитывали нюансы конкретной сделки, и чтобы в дальнейшем не было претензий ни к родителям со стороны правоохранительных органов, ни к родителям со стороны деток. То есть ни от родителей к деткам в дальнейшем не было споров. Поясните, пожалуйста, будет ли взиматься плата дополнительная за эти услуги? Ну, само соглашение об оформлении в собственность детей недвижимого имущества, да, оно подлежит оплате. Но хотелось бы отметить, что здесь существенные льготы предусмотрены для семей, которые имеют деток. То есть когда недвижимость оформляется на деток, то есть с тех долей, которые причитаются деткам, детки освобождаются от уплаты части пошлины. И чем больше детей участвует в сделке, чем больше доля у детей, тем дешевле стоит оформление документов. Ну, на самом деле, на сегодняшний день максимальная стоимость такого соглашения, она колеблется 6-6,5 тысяч. То есть, ну, наверное, это довольно-таки подъемная цена, да. То есть были случаи, когда в семье трое-четверо детей, и за услуги нотариусу было оплачено в районе 3,5 тысяч. То есть это реальные деньги, которые можно оплатить. И, наверное, хотела бы еще предупредить родителей, все-таки, несмотря на то, что обязательство ушло из перечня документов, которые необходимо пенсионному фонду представить для получения этих денег, было ранее, хотелось бы отметить, что обязанность она у родителей есть. И не надо в долгий ящик откладывать оформление документов на деток, не надо забывать об этой обязанности, и все-таки на детей эту недвижимость оформлять. И предостеречь, наверное, еще от одной не очень приятной темы – это мошеннические действия с обналичением материнского капитала. Это действительно очень серьезная уголовная ответственность предусмотрена за такие действия. В этой части будут привлекаться и родители, которые пошли на эти противоправные действия. И давайте убережем и себя, и наших детей от таких последствий. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали по этому закону очень важные вещи, которые должны знать все наши зрители. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова